Всем привет, я Алексей. И в этом выпуске я хочу поговорить о том, как подобрать велосипед по размеру рамы, то есть по росту человека. Чаще всего в разговорном сленге это действие называется «подобрать ростовку». А спонсор этого выпуска – магазин velomatrix.ru. Мы рассмотрим размеры рам на примере горных велосипедов, но данная технология действует практически для любого типа велосипедов, исключая, пожалуй, складные, BMX и прочие трюковые велосипеды. Прежде всего нужно понимать, что разные производители указывают размеры рамы в разных единицах измерения. Это могут быть буквы SXSMLXLXXL, это могут быть дюймы от 14 до 24, и это могут быть сантиметры, пожалуй, самая редко используемая единица измерения для велосипедных рам. Чаще всего размеры велосипедных рам указываются в дюймах. Из чего складывается размер рам? Из трех единиц измерения. Это верхняя труба от центра подсидельного штыря до центра рулевой. Нижняя труба от центра рулевой до центра каретки. И подсидельная труба, которая идет от центра каретки до среза верхнего, там где, собственно, заканчивается эта труба. Вот это размер рамы. Давайте разберемся, на что влияет размер рамы. Размер рамы влияет на безопасность вашего катания. Если вы, не дай бог, при резком торможении соскакиваете с седла вперед, вы бьетесь паховой областью об верхнюю трубу. Это мало того, что больно, во-вторых, это может закончиться довольно-таки опасными травмами. Чтобы избежать этого, вам лучше иметь велосипед в своей ростовке. Также размер рамы влияет на стабильность движения и маневренность. Здесь все немножечко более закономерно. С одной стороны, чем короче база велосипеда, ростовка, соответственно, тем он более маневренный. Но при этом на высоких скоростях данный велосипед будет однозначно проигрывать большим рамам, потому что он будет менее стабильный при высоких скоростях. Это нужно учитывать. Поэтому, когда вы подбираете раму, вы должны понимать, если вы предпочитаете скорость и ровную дорогу, вам можно взять велосипед чуть большей ростовки, чтобы вам было удобнее ездить на высоких скоростях. Также нельзя брать слишком маленькую ростовку. Почему? У вас будет неправильная посадка, будут неправильно нагружаться коленные суставы, а это может привести к инвалидности. Поэтому брать шибко маленькие ростовки не стоит. Единственное исключение – BMX, Trial. Там всё совершенно по другим законам, и данная технология не действует для этих дисциплин. Как выбрать себе ростовку? Да, вы должны понимать, что на горном велосипеде посадка идёт немножечко спортивная. То есть вы сидите неровно, а с наклоном вперёд. У вас не должна быть слишком длинная база, иначе у вас будут затекать руки. Но она не должна быть слишком короткая. На спортивном велосипеде не стоит сидеть прямо. Этот создаёт динамические нагрузки на позвоночник. Лучше всего выбрать тот диапазон ростовок, который подходит именно вам. Например, при росте 185 см ваша ростовка будет примерно 20 дюймов. Плюс-минус в зависимости от ваших физиологических особенностей. Для роста 169 см идеально подходит 18-я ростовка. Но самый лучший вариант – посмотреть, какая модель вам нравится, приехать в магазин и посидеть на ней. Понять, подходит ли она вам прокатиться по магазину. Практически всегда и везде это возможно. И это позволит подобрать вам велосипед по росту именно идеальный для вас. Но если же у вас нет возможности посидеть на нём, то тогда вам придётся выбирать исключительно по сантиметрам. Я советую, прежде чем заказывать удалённо себе велосипед, попробуйте у друзей найти подходящую ростовку и посидеть. Если вы понимаете, что эта ростовка вам подходит, она вам комфортна, выбирайте – это ваш велосипед. Есть ещё один способ проверки ростовки велосипеда. Это встать на велосипед так, чтобы рама оказалась между ног. Между паховой областью и верхней трубой около рулевой колонки у вас должно помещаться ребром ваша ладонь. Это максимально безопасное расстояние. Если оно будет меньше, значит рама не совсем вам подходит. Если вы будете ездить по сильно пересечённой местности, по асфальту, по городу, она вполне допустима сократить расстояние до двух пальцев – от паховой области до верхней трубы. Если же расстояние будет больше, значит ростовка больше, чем ребро ладони, то значит ростовка вам однозначно мала. Вам нужен больший велосипед. Также существуют велосипеды с женской геометрией. Это те велосипеды, у которых верхняя труба занижена, чтобы вам было удобнее кататься, например, в каких-нибудь свободных штанах или в юбках. Это хороший вариант для представительниц прекрасного пола. Здесь нужно понимать, что верхняя труба занижена только в районе седла. В районе рулевой она находится точно так же высоко, поэтому проверяется точно так же, как и мужская геометрия. Ну а спонсор сегодняшнего выпуска – магазин VeloMatrix.ru. Достаточный выбор аксессуаров и большой выбор различных велосипедов. Ну и самое вкусное – это скидка. Приходите в магазин, говорите волшебные слова Outdoor Time, и вы получите скидку, которая позволит вам сэкономить на любимом хобби. Или не хобби. Приходите в VeloMatrix, не пожалеете. Ну а я Алексей, спасибо за внимание. Рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Бай! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok